всем привет вы на канале позитивный огород и мы сегодня собираемся готовить голубцы капуста вот была заморожена мы ее на занесли в микроволновку поставили кочерыжечку вот эту вырезали такие листики отделили они уже мягкие такие вот эту кочерыжечку здесь тут можно некоторые отбивают ее молоточком чтобы она мягкая была а можно ее вообще срезать такой качанчик был на холоде мясо свинина говядина лук морковка лук с морковкой мы пережариваем на сковородке рис заранее отварили минут пять и промыли чтобы он был такой рассыпчатый не был кашей рассыпчатый из приправа смесь перцев и свой кориандр молотый начинаем готовить налили чуть-чуть в сковородку подсолнечного масла и высыпаем лук выжариваем пережариваем чуть-чуть помешиваю ну вот чуть-чуть у нас где-то минутки три лук попережаривался его сильно зажаривать не нужно потому что он еще в голубцах будет готовиться засыпаем морковку и пережариваем морковку тоже точно так же две-три минутки чтобы она была чуть-чуть пережарена ну вот так мы пережариваем лучок с морковкой помещаем большую чашку пережаренный лук с морковкой добавляем сюда же рис вбиваем сюда одно яйцо и фарш добавляем смесь перцев кориандр соль и перемешиваем ну вот так мы все смешали морковку лук мясо и рис сейчас будем формировать с капусты голубцы вот так я беру листик и вот эту часть которая жесткая я ее обрезаю получается мягким такой листик с него формирую голубец и так я вот эту часть как говорила вот эту часть отрезаю потому что она жесткая а вот это мягко остается беру ложку и одну одну ложку на такой листик можно чуть побольше формирую сюда заворачиваю как типа конвертика и скручиваю укладываем на листик листик я перед этим обтянула пленкой на так укладываем на листик и и следующих берем также обрезаем эту часть капуста у нас много и следующий голубчик такой в микроволновке когда разогреется капуста она очень мягкая и податливая вот такие голубцы кто-то меньше любит поменьше капусты можно листочки добавлять и все так и делаем дальше но вот такие у нас получились голубцы они у нас не сильно большие но и не сильно маленькие средние но кто хочет делает вообще малюсенькие кто хочет вообще большие делают что такие голубцы такой вид из окна птички летают синички воробьи вот такой вот у нас сегодня идет снежок собаки соседские лают так вот уже все подымело хоть маленько снега накидало это было совсем мало снега такой вот уже сантиметров наверно 20 или чуть больше снега дрова вот так вот уже все заметено на теплицу нападывает снег скатываем с боков его такая вот зима у нас морозов еще сильных не было в основном самый сильный 20-25 было ночью но скоро наверно будет все 30 и 35 и 40 в конце той недели вроде бы как обещают в теплице пока ничего не делали в смысле того что снег не набрасывали пускай промерзает все наверное где-нибудь только в середине января сюда снег засыпем ближе уже к весне в общем чтобы хорошо земля промерзла как раз хотя бы под недельные такие заморозки 30-35 чтобы попало промерзла все хорошо а потом уже засыпем все снегом ну и кустики все крыжовник жимовость немножко под закидали снегом какой был а сейчас на эти бугорки все равно снег наметается привет всем сегодня будем готовить круассаны из слоеного теста купили вот такое место слоеное дрожжевое здесь в упаковке два таких вот небольших пласта теста начинкой у нас будет облепиховый джем такой вот он густой джем сейчас немножко раскатаем наш пласт теста раскатывать его на упаковке написано что нужно только в одном направлении чтобы не нарушить вот эти вот слои теста разрезаем наш пласт теста на такие вот треугольники один край широкий другой узкий делаем такое небольшое углубление сюда выкладываем немного начинки и сворачиваем кросса выкладываем их на лист смазанным маслом и оставляем на 20-25 минут для того чтобы немного они подошли ну вот такие вот у нас получились круассаны 10 минут выпекали их при 200 градусах и примерно минут 7 на 160 градусах в общем зажарились они снизу и сверху неплохие такие круассанчики но всем тем кому данное видео понравилось подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого самого наилучшего заходите на столе You Продолжение следует...